В этом уроке мы с вами уберем уже цвета, которые скоро нам не нужны будут практически, и также чуть-чуть подкорректируем наш шаблон. Давайте посмотрим, что можем еще сделать. Мы добавим с вами некоторые отступы. Здесь вот, например, вот здесь вот. У нас сейчас, видите, все, текст прилеплен к границам непосредственно блоков. Также мы это с вами исправим. Посмотрим, может быть, какие-то еще моменты. Так, давайте зайдем в наши стили. И пропишем сначала вот, что для нашего блока навигации мы укажем отступы. А слева, сверху и снизу, точнее, по 20 пикселей. Внутренние отступы, которые обозначаются свойством padding. И мы воспользуемся свойством padding-top. Выставим его значение 20 пикселей, то есть отступ сверху. И аналогичное свойство это padding-bottom. Также 20 пикселей. Так, сохраним давайте и посмотрим. Обновим. И вот мы видим, что у нас образовались вот здесь вот как бы дополнительные отступы, пространство. Сверху понятно почему, чтобы не слилось с хедером. А снизу это также нужно, потому что у вас, например, тут могут быть какие-то еще другие дополнительные блоки, чтобы с ними также ничего не сливалось. Так, отлично. А теперь что мы можем сделать? Теперь у нас еще, видите, здесь прилипает к правому краю элементы списка. Поэтому мы можем сделать также внутренний отступ для элементов списка. Идем в стиле. И это у нас будет блок main nav. Можно скопировать. И мы будем работать уже здесь с электром потомка. То есть нас интересуют элементы списка li. И для элементов списка мы зададим с вами padding right, соответственно, отступ справа в, скажем, 15 пикселей, думаю, будет достаточно. Так, сохраним и давайте обновим. Так, вот вы видите, у нас здесь образовался отступ дополнительный. Так, со списком мы здесь закончили с вами. И давайте посмотрим, что еще с зоной контента мы сделаем. Мы сделаем, чтобы у нас текст также здесь не прилегал везде, а вплотную. Так, давайте перейдем в стиле. Так, вот наш ID content. Копируем. И воспользуемся также здесь с электром потомка. То есть, если у нас в ID content встречается параграф, то для него мы задаем внешний отступ везде, скажем, в 10 пикселей. Сохраняем и обновляем. Так, вот вы видите, то, что у нас везде образовались отступы сверху, здесь слева, справа. Ну и такой же отступ у нас должен был появиться и снизу. Вот он также здесь появился. Так, ну давайте под это дело также и сделаем для футера то же самое. Скопируем. Если в футере у нас встречается параграф, то мы ему также даем марджин 10 пикселей со всех сторон отступ внешний. Сохраняем. Смотрим на футер. Также отступ у нас появился. Так, ну здесь я предлагаю еще только шрифт немножко поменять. И наш двухколоночный макет, в общем-то, будет готов. И мы приступим уже к трехколоночному. Поэтому давайте прямо-таки для всего body, может быть даже, для параграфов и для списков зададим, помимо прочего, значит, font family. Поставим значение вердана. Так, и давайте font size, размер шрифта. Выставим значение, скажем, 13 пикселей. Сохраним, посмотрим. Так, ну вот то, что у нас получилось, уже гораздо более симпатичный шрифт. Цвета я пока не убираю, потому что сейчас мы на основе вот этого вот макета будем делать еще трехколоночный макет. Это все быстро и просто. И, по сути, в чем будет суть. То есть, вот этот основной блок контента мы будем делить с вами еще на два. И в результате у нас получится всего три зоны. То есть, вот это и вот это еще разделенное на две части. Ну, давайте сейчас этим и займемся. Здесь ничего сложного также нет. Вот, разумеется, нам потребуется поправить разметку в файле index.htm, потому что у нас сейчас тут один файл с ID.content. То есть, один блок с ID.content. И мы что с вами сделаем? Мы внутри этого блока с ID.content создадим еще два блока. Один из которых можно назвать, скажем, main.content, а другой secondary.content. То есть, основной контент и вторичный, ну, дополнительный контент. Поэтому здесь создаем блок div, опять же. даем ему идентификатор main.content, как мы хотим. Main.content. Так, и под этим div еще ниже создаем еще один блок div. И ему даем уже идентификатор secondary.content. Так. Вот, теперь понятно, что нам нужно, по сути, вот этот весь контент, который у нас был в основном блоке. Ну, давайте мы его распределим как-нибудь поровну между вот этими двумя нашими новыми блоками. Поэтому давайте вырежем отсюда, скажем, ну, три параграфа, вот, досюда. Нажимаю Ctrl-X и мы вставим его вот сюда, внутрь блока main.content. То есть, вот в основном контенте у нас три параграфа будет. И затем оставшиеся два параграфа, вот эти вот, мы вырезаем и вставляем внутрь блока secondary.content. Вот сюда. Так, и вот что у нас получается. Так, подтягиваем здесь блок div наверх. Вот наш блок контента. Вот он, да, он содержит блок main.content, он закрывается. И затем вторичный контент. И вот он закрывается, сам контент. Здесь ничего сложного. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получается. То есть, мы видим, что никаких изменений сейчас не происходит. Мне удивительно, потому что мы в стилях ничего не задали. То есть, визуально все так же. Возвращаемся сюда и теперь поработаем уже со стилями. Переходим сюда. Спускаемся ниже и, значит, пишем наш идентификатор main.content. Так, и также у нас будет еще secondary.content. Сразу напишем secondary.content. Так, и давайте посмотрим, какие стили мы можем задать. Опять же, задавая ширину блоков main.content и secondary.content, мы должны сходить из ширины уже блока контент. А ширина у него, как вы помните, вот здесь у нас задана, 520 пикселей. Но ничего пока не все з 19 лет, если это ouv 25 лет. И это, я хочу сделать это дело. И я об traction? Потому⅁ç��들.